Добрый день. В этом видео я хочу рассказать о такой задаче, как выделение контуров изображения, и также рассказать самый простой способ решения данной задачи при помощи классических алгоритмов компьютерной графики. Выделение контуров на изображении применяется в довольно разных системах, оно может реализовываться по-разному. В основном, конечно, там используется довольно сложный алгоритм, основанный на нейронных сетях, однако в данном видео я расскажу о таком алгоритме выделения контуров, как градиентный алгоритм, который позволяет при помощи минимальных вычислений получить картинку, которую уже можно использовать для анализа. Этот алгоритм является не самым эффективным и лучшим, однако он наиболее простой для понимания. Чтобы понять, как работает алгоритм выделения контуров на изображение, необходимо в самом начале разобраться, как формируется цвет в представлении компьютера. Самый популярный формат — это RGB. Называется он по заголовным буквам трех названий цветов — Red, Green и Blue. Соответственно, красный, зеленый и синий. Что дает это представление? Оно позволяет создать цвет произвольный при помощи базовых цветов. Как вы можете догадаться из названия, базовыми цветами являются красный, синий и зеленый. Здесь вы можете видеть куб, при помощи которого можно понять, какой цвет получится при смешении каких-либо цветов между собой. У нас есть три грани. Соответственно, есть красная составляющая, зеленая и голубая. От начальной точки с координатами 0,0,0 мы можем двигаться либо в красном направлении, тогда мы получим красный цвет, мы можем двигаться в зеленом, мы получим все более зеленый цвет и, соответственно, точно так же вверх в голубом. Данный формат также использует такой известный графический редактор, как Paint. Я могу приблизить и использовать такой инструмент, как пипетка. Я выбираю любой цвет и могу посмотреть, чему он равен. Здесь можете видеть, я нажал на серый и получил его составляющие. То есть красный — 214, зеленый — 213 и синий — 211. Здесь мы можем видеть первое важное свойство, которым мы будем пользоваться. Если три эти составляющие равны между собой, то цвет является оттенком серого. Здесь мы можем видеть, что он не идеально ровный серый, однако очень похож на это. Соответственно, изменяя эти значения, мы можем добиться градации серого от полностью черного, так и увеличивая эти значения к полностью белому. Если я нажимаю здесь на цветовую палитре, допустим, в произвольное место, к примеру, в синий цвет, то мы можем заметить, что у нас значение синего канала наиболее близко к максимальному. У нас компьютер использует 8-битное представление каждого цвета. Соответственно, наибольшее значение, которое может хранить, это 2 в 8, то есть 255. Остальные два канала, красный и зеленый в данном случае, они равны между собой. В данном случае не идеально, но эти значения очень похожи. Как мы можем это редактировать? Например, мы можем сделать и получить идеально синий цвет. Для этого мы все остальные каналы устанавливаем равным 0, а синий ставим 255. Это наибольшее значение, которым он может равняться. И можем видеть, получился такой насыщенный синий цвет. Также мы можем смешивать их в каком-то соотношении. Например, здесь мы получили вот такой голубоватый цвет. Если мы сделаем 255, получим вот такой вот цвет циан. Мы можем видеть, что мы смешали зеленый и синий. Мы можем то же самое проделать на кубе. И можем видеть, мы сдвигаемся по зеленый и по синий. То есть мы двинулись сюда и сюда. И попали как раз в циан, такой вот цвет морской. Таким образом мы можем смешивать и не обязательно полностью цветать. То есть мы можем добавить, например, много зеленого и чуть-чуть красного. Получим вот такой оттенок. Как мы будем этим пользоваться? Как я уже сказал, серый цвет в представлении компьютера это тот цвет, у которого равны между собой три составляющие. То есть красная, зеленая и голубая. И в самое изображение я выбрал для примера вот такое. Если мы его максимально приближаем, мы видим, что оно состоит из таких пикселей. Это квадратики, которые равны каждой своему цвету. Я также сейчас воспользуюсь инструментом пипетки и выберу цвет, например, вот этого пикселя. И посмотрю, чему он равен. Он равен 216, 215, 213. Ну возьмем среднее как 215. Опять же, это изображение не идеально в оттенках серого, однако очень похоже на это. Как мы будем пользоваться этим? Сейчас я возьму пипетку и выберу соседний цвет. Запомним, что предыдущий был равен 215. И я выбираю соседний и смотрю, чему он равен. Он равен 199, 198, 196. Получается, что в данной области разница между ними составляет несколько десятков. То есть 10, 15, единиц. И эта разница, она довольно небольшая. То есть, что мы можем сказать? Если мы выбираем разные пиксели из области с одинаковым цветом, то с большой вероятностью они будут очень похожи по своему значению. Вот я выбираю еще один соседний. Тоже мы видим значение около 200, там 4, 200, 3. Однако, что произойдет, если мы выберем пиксель, который соответствует уже черной области? И также посмотрим его составляющую. Видите, он практически идеально черный. То есть, чуть-чуть красного есть, 2 и 1,1 синего. Но, по сути, это черный цвет. Мы, в принципе, не можем его отличить. Таким образом, как этот алгоритм работает? Он для каждой точки находит так называемый градиент. Вот я выделю ее красной точкой, пиксель. Он смотрит все пиксели вокруг и сравнивает их значения. Между ними всегда будет разница. То есть, не бывает такого, чтобы в реальных изображениях вся область была одного цвета. Но разница между соседними пикселями в данной области будет совершенно небольшой. 10, 15, может быть, 20, а может быть, вообще несколько единиц. Также он берет какие-то пиксели из этой области. И тоже между черным и черным с небольшой примесью красного разница тоже небольшая, буквально несколько единиц. Однако, как только он попадет на пиксель, который находится на границе, он увидит, что разница между соседними пикселями довольно большая. Как мы можем помнить, здесь значение около 200, а здесь около нуля. Соответственно, разница между ними около 200. Соответственно, таким образом мы можем понять, что в данный момент мы находимся на границе. Найдя некоторый набор таких пикселей, мы получим с какой-то точностью вот эту прямую, которая является границей между двумя частями изображения. Таким образом, мы и выполним задачу разделения и выделения линий на изображение. Какие же есть проблемы у этого алгоритма? Ну, во-первых, он применим не каждому изображению. Я сейчас выбрал очень-очень хороший вариант. Здесь мы можем видеть очень четко выделена граница всех изображений. Однако, в реальности может случаться, что изображение имеет видимые для человеческого глаз границы, но они будут иметь не такую высокую изменение в яркости. Например, вот если я возьму какой-то серый и, допустим, проведу его вот здесь. Он в человеческом глазу виден, но для компьютера он, например, к соседнему серву может иметь не такое большое значение разности по яркости. Таким образом, данный алгоритм хорошо работает с теми изображениями, у которых есть резкий переход от одного цвета к другому, где резко меняется яркость. Однако, если мы используем его для изображений, где яркость меняется не так резко, или вообще существуют плавные переходы, то этот алгоритм может давать либо ложные срабатывания, либо вообще не находить эти границы. Первое, что нам необходимо сделать, это найти подходящее изображение, на котором мы будем выделять контуры. К ним выдвигается ряд требований. Я нашел подходящее, я потом расскажу, какие требования необходимы соблюдать, чтобы там алгоритм отработал хорошо. Первое, что мы делаем, мы скачиваем фотографию и открываем ее. Мы видим, что она сохранена в формате JPEG. Это сжатый формат, он весит меньше, но при этом его не так удобно обрабатывать. Я открываю Paint, вижу у него размер 1600 на 1200 пикселей. Первое, что я делаю, это сохраняю его в формате BMP. Это такой формат, называю его Initial, и делаю 24-разрядный цветной рисунок, не монохромный. То есть картинка будет цветная. Мы видим, что сейчас он весит 283 килобайта, когда я сохраняю, он весит уже 5,5 мегабайт. Таким образом, с форматом BMP мы сможем проще работать и сразу же его загрузим. Так как у нас изображение довольно большое, 1600 на 1200, я хочу, чтобы у меня на экран помещалось сразу же 4, поэтому я изменю его размер и сделаю его в 2 раза меньше. Даже, наверное, не в 2, а в 4. То есть еще в 2 раза меньше. Вот, и уже теперь сохраняю его окончательно. Вот, и его размер 351 килобайт, и он у меня лежит вот в папке с проектом. На следующем шаге я написал довольно простой пример, который загружает такую форму, и в ней есть место под 4 наших изображения. По нажатию кнопки «Обработать» он загружает нашу исходную фотографию в левый верхний угол. И в дальнейшем мы будем реализовывать функции, которые переводят это изображение в другие виды. Для следующего шага в нашем алгоритме нам необходимо преобразовать это изображение из цветного в серое, чтобы в нем были оттенки серого. Таким образом, мы получим яркость каждого пикселя. Сделать это довольно просто. Эту функцию реализуют многие графические редакторы, фотошоп, там какие-то онлайн преобразователи. Но это сделать можно и самим. Как это сделать? Считается, что человеческий глаз реагирует на изображение вот примерно в таких пропорциях. То есть сильнее всего глаз реагирует на зеленый цвет, мы его больше всего замечаем, мы можем отличить больше всего оттенков. Также в 30% это красный и около 11% синего. Именно в таких пропорциях мы можем взять наше изображение, каждый его пиксель и преобразовать его. Здесь что нужно сказать? В принципе, эти соотношения можно менять. То есть можно сделать в некотором диапазоне и особой разницы мы не увидим. То есть мы можем сделать, допустим, 28% красного, 61% зеленого, оставить там 11% синего. Самое главное здесь, чтобы все эти три составляющие, все три процента, составляли в сумме 100%. То есть нельзя написать просто 35 здесь. Они вместе должны составлять 100%. Именно тогда мы изображение, ну, будет той же яркости, какое было изначально. Как это сделать? Ну, в самом начале мы проходимся по всему вообще изображению. Мы берем каждый пиксель, каждую точку этого изображения и получаем из него цвета. Вот вы можете видеть, здесь есть два цикла. И мы берем каждый пиксель изображения и разбиваем его на три составляющие. Вот вы можете видеть old red, old green, old blue. То есть это те цвета, которые были до нашего преобразования. То есть красный, зеленый и синий. Что же мы делаем с ними дальше? Нам необходимо их преобразовать в этом же соотношении. То есть у меня есть теперь три переменные. Это новый, красный, новый, зеленый и новый, голубой. Давайте сделаем это пока для одного. Как это сделать? Ну, мы просто берем соответствующий цвет, то есть, например, старый красный, и умножаем его на вот этот коэффициент, который у нас есть. То есть 30% это 0,30, то есть это 0,3, 0,030. Было более удобно. И складываем их таким образом, old green. умножить на 0,59 плюс 0,11, точнее, old blue умножить на 0,11. Таким образом мы собрали наше изображение. Ну, один пиксель этого изображения, умножив цвета на соответствующие коэффициенты. Сейчас я немножечко доработаю, чтобы ему все нравилось. Ну и в чем особенность серого изображения? Оно имеет одинаковые составляющие во всех своих компонентах. То есть серые, это значит, что у него эта красная составляющая равна зеленой и равна голубой. А как это сделать? Ну, я просто копирую вот эту строчку сюда. То есть все они между собой будут равны. Далее я создаю такой цвет. И в дальнейшем просто вывожу это в соседнее место. И можете увидеть результат. Этот алгоритм довольно простой. Он очень простой с точки зрения вычислений, но позволяет получить хороший результат на выходе. Вот можете видеть у нас изначальная картинка. И вот наши собаки после применения к ним алгоритма, который делает их черно-белыми. Давайте непосредственно рассмотрим, как реализуется данный алгоритм. Нам необходимо пройтись по всем пикселям. По всем x и y. То есть по всем строкам и по всем столбцам. Мы берем значения каждого текущего пикселя. К примеру, я выделю вот, например, какой-нибудь пиксель красным цветом. Это вот наш текущий пиксель. И нам необходимо взять два пикселя. Первый это, который располагается над ним. А второй, который располагается справа от него. Мы также берем их яркость. Здесь вы можете видеть, я беру красную составляющую. Мы помним, что для серого изображения они равны между собой. То есть можно написать и green, и blue. Но я по стандарту беру красную составляющую. И также для двух других пикселей. Нам необходимо что сделать? Нам необходимо найти разницу яркости двух пикселей по горизонтали. Это вот разница между двумя этими пикселями. И по вертикали. То есть между вот этими двумя. Я назову их dx и dy. Соответственно dx это будет разница по горизонтали. Я беру значение правого. И вычитаю яркость текущего пикселя. И соответственно делаю точно так же для оси y. То есть для вертикальной. Для двух пикселей на одной вертикали. Найдя это значение, мы должны получить разность. Но так как разность числа положительная, нам необходимо обязательно взять модуль этого числа. Модуль это то же самое число, только положительное. То есть если у нас получили отрицательное, к примеру число минус 15, модуль этого числа будет равен просто 15. Таким образом мы избавимся от всяких ошибок, извлечения квадратных корней. И просто будем работать непосредственно с положительными числами. С ними работать намного проще. Что необходимо сделать далее? Нам необходимо найти градиент. Градиент это такой математическая штука, она звучит довольно сложно, но считается очень просто. Она считается как теорема Пифагора. Из вот этих двух значений. Я назову переменную градиент. И извлекусь корень. Из dx в квадрате плюс dy в квадрате. Как мы можем видеть, это числа обязательно положительные, потому что мы сделали их положительными. И соответственно у нас всегда будет корень. Единственное, меня кто-то просит. Как вы можете видеть, этот градиент это основная идея этого алгоритма. И для каждой этой точки мы посчитаем этот градиент. Что вообще это такое? Это число. То есть для каждой точки это число. И посчитаем мы ее для каждой точки этого изображения. То есть вот для всех. Далее мы как можем понять, что это за число? Оно отвечает за то, насколько в этой точке меняется яркость изображения. Например, что мы можем точно сказать? Если мы возьмем вот, например, градиенты. То есть это числа в этой области. То мы можем сказать, что они будут намного меньше. Потому что видите, здесь одноцветное изображение. Чем, например, градиенты пикселей, которые располагаются вот здесь. Потому что мы можем видеть, здесь переход от черного носа к светлой шерсти. И, соответственно, здесь эти значения выше. Далее, найдя это значение, я сейчас скопирую код. И что необходимо еще не забыть. В принципе, когда мы это вычисляем, может случиться такое, что этот градиент будет больше, чем 255. Такое случается довольно редко, однако это может происходить. Что мы в этом случае делаем? Если он больше, чем 255, мы просто сделаем его равным 255. То есть максимальному значению, которое может быть превращено в цвет. Мы на этом много не теряем, зато наш алгоритм будет работать корректно. Далее мы просто создаем цвет. Также и серый. Составляющие будут red, green и blue равны тому, что мы посчитали. Нолик это просто свойство. На него не обращайте внимания. И, соответственно, мы устанавливаем этот пиксель x и y. И такого цвета, который мы создали. Если мы запускаем этот код, что мы можем видеть? Кажется, что здесь темно. Но на самом деле, если приглядеться, там есть едва-едва заметные такие серенькие линии. Что же можно сделать? Можно просто немного усилить данный эффект. Я возьму и умножу просто на произвольное число. Просто для данного изображения 20 я посчитал наиболее удачным числом. И вы можете видеть, что мы получили. Мы получили как раз градиент. Это то, насколько сильно меняется яркость пикселей в каждой точке этого изображения. Если мы можем видеть, на шерсти он черненький, довольно слабо там меняется. Но, например, на контурах собак, на лапах, на контурах кирпичей, или сзади вот на такой вот тут фактуре, он довольно яркий. Но нам необходимо выполнить задачу нахождения контуров. В принципе, мы выполнили самую сложную задачу. Мы нашли разницу яркости между соседними пикселями. Но что мы можем сделать еще? Есть такая операция, бинаризация. Она тоже звучит довольно сложно, однако это самое вообще простое, что может существовать. Мы берем и смотрим. Если значение в какой-то точке больше определенного заданного нами числа, мы оставляем ее очень яркой. А если меньше, то мы делаем ее черной. Таким образом, мы отсекаем полностью вот эти слабенькие, вот эти вот серенькие точки и оставляем только яркие контуры собак. Давайте также это реализуем, посмотрим, как это работает. Найдя градиентный цвет, мы делаем просто проверку. Если градиент в данной точке больше, чем какое-то число, давайте сделаем ее, к примеру, больше 10, Это число подбирается экспериментально, мы сейчас это сделаем. И нам необходимо тогда покрасить эту точку в цвет, допустим, красный. Давайте покрасим в красный. А иначе, если она, ну, там нет, не проходит границы изображения, то мы покрасим ее в черный цвет, то есть, чтобы ее не было видно. И запишем это в другую картинку. Сейчас я раскомментирую. Вот, мы очень-очень просто сделали, буквально одним условием. И теперь я просто перезапускаю этот код. Так, я жму «работать», и смотрите, что у нас получается. У нас получается вся эта картинка красная, то есть он нашел слишком много контур, значит, это число подобрано неправильно. Давайте теперь сделаем так, чтобы это число не жестко создавалось, а его можно было менять. Соответственно, сейчас я просто добавлю простой кусок кода, в котором вам особо разбираться не нужно, и запущу его. У нас есть ячейка, в которой мы указываем это значение. И давайте сделаем так, чтобы он выводил не красным, а белым. Вот так это будет более естественно смотреться. Давайте укажем здесь число 2. Ну, начнем с того же числа, с числа 10. Здесь, можете видеть, особо ничего не изменилось. И начнем постепенно увеличивать это число. Можете видеть, уже мы можем видеть часть изображения. 30, 40, а давайте сразу же до 60, к примеру. Вот. И здесь мы уже можем видеть что-то похожее на алгоритм выделения контуров. 80. Вот. И число около 120 является оптимальным. Здесь, можете видеть, мы видим четкий довольно контур. Иногда он с разрывами, но мы можем различить именно лица, лапы, кирпичи. Однако, это изображение является не идеальным для такого алгоритма. Я про это до этого рассказывал. Потому что, можете видеть, на кирпичах есть довольно такие, они не однотонные, а с фактурой. И также сзади, вот, тоже, там есть различные текстуры, которые не однотонные, в них есть большое количество переходов. Поэтому данный алгоритм работает на данном изображении не до конца корректно. Однако, мы также можем получить и хороший результат на нем. В данном видео мы рассмотрели самый-самый простой алгоритм обработки изображений такого рода. Он относится к алгоритму, он к классической компьютерной графике. Это значит, что для их вычислений используются самые простые алгоритмы, которые основываются на яркости, на значениях пикселей, которые используют непосредственно сами цвета, возможно их комбинации. Однако, для более продвинутого анализа изображений применяются в основном нейронные сети. Это специальные математические объекты, состоящие из огромного объема так называемых нейронов, которые используются для совершенно разных задач. В том числе, некоторые типы нейронных сетей применяются и для определения каких-то объектов, для классификации видео, фотографий. В основном это глубокие сверточные нейронные сети, однако это намного более сложные темы. Их разработка, их устройство намного сложнее, чем вот такие простые алгоритмы. Однако, они позволяют получить намного более качественный результат.